Заказной поджог совершен в Нижегородском районе. Вчера около 20 часов неизвестный молодой человек бросил зажигательную бомбу на капот припаркованного автомобиля. Сам он сбежал, а автомобиль вспыхнул как факел. Печальное зрелище. Ой, что-то взорвалось. Подушка безопасности похожа. Вот видите, основание отдельно, а от взрыва ее как будто прямо от основания отделило. Видите, по-моему взорвалось и прямо откинуло крышку. Поджог, потому что люди видели, молодой человек бежал и что-то бросил. Типа что-то зажигалки подкинули и вот первая часть машин просто взорвалась. Подходит человек к этой машине, кладет на капот пакет черный, там какой-то, целлофановый, кидает спичку и тут же происходит взрыв, и он убегает. Его пытались догнать, его даже догнали, сбили машины около торгового центра, но он убежал в Канаву, там, в Ауран. Вообще удивляюсь. Вообще-то это произошло 8 часов. Вообще народу было достаточно, люди шли. И, ну я еще думаю, ладно, еще 8 произошло, а если бы ночью, то сколько бы машин вообще пострадало. Пожарная машина приехала через 5 минут и 10 минут стоит из-за двух мудаков, поставивших тачки по всей дороге. Вот это особенно радует, из белой машины, которую он точно не проедет. Когда начался пожар, люди повыскакивали и стали машины отвозить. Отвозить, и они как раз поставили их вот на дороге. То есть вот это я сама видела. Выбегали даже раздетые люди, чтобы отодвинуть свои машины. Плотно были припаркованы автомобили личные. Соответственно, это создавало определенные трудности для проезда пожарной техники. Пришлось прокладывать рукавную линию, то есть на достаточно удаленное расстояние. Вообще дебил. Пристакал все-таки, надо же, а. Может, уберет свой сарай белого цвета с поворота. Сам процесс тушения занял ровно 40 секунд. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...